Даже если ты ляжешь на землю и разрешишь вытирать о себя ноги, все равно найдется ряд людей, которые скажут, что ты недостаточно плоский и от тебя не так удобно вытирать ноги. Сегодня речь пойдет о критике. Сегодня очень короткое видео, из которого я хочу, чтобы ты запомнил всего несколько вещей. Когда тебе кто-то критикует, он выдает информацию о себе, но не о тебе. Вот это очень важно, чтобы ты запомнил. Он выдает информацию о себе, но не о тебе. Он говорит, что ему конкретно не нравится, что его не устраивает. На самом деле критики очень хорошие люди, и они на самом деле могли бы сделать намного лучше то действие, которое делаешь ты, ну при одном условии, если бы умели. А так как они не умеют, им приходится действительно просто тебя критиковать. К сожалению, большинство людей в этом мире говорят нам, что нам нужно делать, а что нам не нужно делать. Говорят нам, какими нам быть. Но они не говорят конкретно, что им конкретно это не нравится. Было бы здорово, если человек к тебе подошел бы с критикой и сказал, мне вот это не нравится. Это уже совершенно другой разговор. Если бы он тебе сказал, мне конкретно не нравится, как ты делаешь что-то, то-то. Но он тебе говорит не так. Он тебе говорит, иди, стой там, иди сюда, принеси то, не знаю что. И вот это как раз таки выбивает из колеи. И опять же, запомни, то, что тебе говорит твой критик, это информация о нем. Это не нравится конкретно ему. И ты можешь этой информацией пользоваться. Какая критика важна и какая критика нужна? На самом деле есть всего два вида критики, как я их распределяю. Это критика заказная и не заказная. Что значит заказная критика? Когда ты просишь кого-то, когда ты действительно просишь кого-то дать обратную связь. Вот допустим, я сейчас тебя попрошу, напиши, пожалуйста, мне сейчас в комментариях, как тебе это видео. Я тебя прошу, напиши всю правду, что тебе нравится, что тебе не нравится. Нравится тебе моя прическа, нравится тебе моя речь, или наоборот тебе это напрочь не нравится. Может тебе не нравится картинка, может тебе не нравится звук. Я тебя прошу искренне это сделать. И конечно же, когда я прошу сделать критику, эта критика заказная. Но очень много есть людей, которые дают тебе критику, которую ты не просил. Вот эту критику, ее можно игнорировать. Ну, представь, сидишь ты дома, звонок в дверь. Тук-тук, кто там? Пицца. Тебе приносят пиццу, просят за нее заплатить деньги. А ты говоришь, а я не заказывал пиццу, если ты ее действительно не заказывал. Или сидишь ты дома, звонок в дверь. Тук-тук, кто там? Скорая помощь. Ну, я не заказывал скорую помощь, мне не нужна. И что ты в таком случае будешь делать? Ты не будешь делать ничего. Ты просто сочтешь это какой-то ошибкой. Ты просто подумаешь, что кто-то ошибся и не будешь варить в себе вот эту жвачку. Так вот, я тебе рекомендую, если кто-то дает тебе критику, если кто-то дает тебе обратную связь, если ты ее не заказывал, относись к этой обратной связи точно так же, как если бы ты относился к пицце, которую тебе доставили без твоего заказа. Это существенно облегчит твою жизнь. И еще один момент, касающийся критики. Многие психологи говорят, что благодаря критике мы растем и развиваемся. И это действительно так. Но вот я, как бизнес-тренер, могу тебе сказать вот какую вещь. Мне очень много людей дают обратную связь, когда я ее не прошу. И это в принципе хорошо. Хорошо. Но бывают очень, я тебе скажу честно, нелестные отзывы. Я вот на что обратил внимание. Если три разных человека с трех разных концов цвета мне скажут что-то одинаковое, вот в этом случае я уже начну задумываться, а может быть действительно мне начать это исправлять. Как, допустим, если ты посмотришь мои ранние ролики, там был очень плохой звук, просто ужасный и отвратительный. И мне начали разные люди об этом писать. И я начал эту проблему исправлять. Но пока мне три человека не скажут о том, что со мной что-то не так, я не буду воспринимать это всерьез. Почему так? Потому что мнение каждого человека о тебе, оно очень субъективно. И вот представь, в мире 6 миллиардов человек, или даже больше. Исправь меня, если я ошибся. Наверное, уже 7 миллиардов. И представь, что если под каждого человека тебе нужно подстроиться. 6 миллиардов мнений. У тебя жизни не хватит, чтобы подстроиться под все эти мнения. На этом у меня все. Пока.